Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Коммунальная удавка. Впервые в Украине квартиру пустили с молотка за долги. Сколько еще на очереди? Алмазы в ссадинах. Загадочное избиение бриллиантового прокурора Корнеца. Подробности происшествия. Дарная пятница. Под аккомпанемент министерских докладов нардепы блокировали трибуну и бахали кулаками. Официальный генеральный. Президент представил Юрия Луценко в генеральной прокуратуре. Сегодня пятница, а значит сразу после. Подробности в эфире политическое ток-шоу «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом. Гости уже понемногу собираются в студии. О чем они будут сегодня спорить я расскажу чуть позже, а пока к новостям. Неспокойная свобода. Отпущенный под залог бриллиантовый прокурор Александр Корнеец, которого подозревают во взятке в особо крупных размерах, утверждает, что сегодня его избили в самом центре столицы. Так ли это и что рассказали очевидцы? Подробнее Ольга Теребинская. Майдан Незалежности. Разгар рабочего дня. Вокруг сотни людей. И именно здесь, возле одного из ресторанов, как утверждает Александр Корнеец, на него напали четверо неизвестных. Но вот ни официанты, ни сотрудники заведения ничего подобного не видели. Ни на камеру говорят, что после встречи Корнеец уехал, даже не дождавшись полиции. Он был, но и себе сел в машину и уехал. Зато типа на него там четверо напало, что-то написано. Но мы с новостей. Никто на этой улице ничего не видел, да? Нет, вообще. То есть был бы крик какой-то или был бы ничего не было. Адвокаты объясняют, мол, медики приехали первые, поэтому полиция и не застала его возле ресторана. В больницу скорой помощи его действительно привезли. Но рассказать подробнее о травмах экс-прокурора врачи отказались. Пообщаться с самим Корнецом не удалось. Вместо него вышел адвокат. Рассказывает, пока говорит с журналистами, его подзащитный не в состоянии. Диагноз – черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Поэтому, насколько мне известно, камер не было в помещении ресторана. Люди, которые его избивали, они снимали на видео. Поэтому, возможно, скоро появится в сети интернет. Мы думаем, что это сделано специально для того, чтобы запугать участников судебного процесса. Второй адвокат подозреваемого рассказал. Одного из нападавших Корнеец узнал. Одного из нападников Александр Корнеец идентифицировал как особу, которая перебивала в районе Голосиевского районного суда 10 травня. За информацией, которую он получил 10 травня, это особа – один из активистов Автомайдана. Я думаю, что он его может познать. Мы надеемся на позитивный результат следствия. В столичной полиции заявление Корнеца приняли. А после оказания ему медпомощи с ним пообщаются следователи, чтобы установить обстоятельства инцидента. Адвокат Корнеца заверил. Все подробности загадочного нападения узнают и журналисты. Как только ему станет лучше, проведет брифинг. Напомню, очередное заседание по делу бриллиантовых прокуроров Александра Корнеца и Владимира Шапакина, которых подозревают во взяточничестве в крупных размерах, состоится 18 мая. Ольга Теребинская, Даниэль Косаковский. Подробности – телеканал «Интер». В квартиру бывшего замглавы ГПУ Виталия Касько, который, собственно, и вел дело бриллиантовых прокуроров, пытались проникнуть представители Генеральной прокуратуры, причем без его ведома. Об этом Касько написал сегодня на своей странице в Фейсбук. По словам бывшего замглавы ГПУ, о приходе следователя ему рассказала консьерж дома. Напомню, 11 апреля Генеральная прокуратура сообщила о том, что Касько объявлено подозрение в махинациях со служебным жильем. А 15 февраля он заявил, что не может больше оставаться на должности зама генпрокурора из-за коррупции в ведомстве. Снять дело с тормозов и найти убийц Олеся Бузины требует мать журналиста. Валентина Бузина сегодня встретилась с депутатами оппозиционного блока. Она опасается, что дело не доведут до конца и просит нардепов не допустить такой развязки. Говорит, несмотря на все усилия адвоката и ее письменное обращение к послу США, а следствие все еще топчется на месте. Я напомню, журналист Олеся Бузина был убит во дворе собственного дома год назад, но виновные до сих пор не наказаны, а подозреваемые освобождены из-под стражи. В ОПА-блоке пообещали добиться создания в парламенте следственной комиссии, а также помочь с адвокатами и депутатскими запросами во все необходимые инстанции. Я, ваш блока, считаю авторитетным тем, что используется поважей у людей. И я прошу вас допомогти мне в том, чтобы расследование велось. На данный час воно фактично припинено. Мы принимаем решение, что мы откликаемся на обращение к фракции по следующим направлениям. Первое, мы оформляем депутатские запады от всей фракции на генерального прокурора. С требованием, да, регистрируем ТСК, регистрируем запад на президента и на генерального прокурора. Убийство Бузины, это оно одно из списка дел, расследование которых зависло в воздухе. Спустя два года после революции достоинства всего лишь несколько беркутовцев предстали перед судом. А имена большинства исполнителей, а главное заказчиков убийств на Майдане так и не названы. Одесса, трагедия 2 мая. Кто спровоцировал беспорядки в городе и пожар в Доме профсоюзов? Ответов на эти вопросы до сих пор нет. Так нет и данных о том, как продвигается следствие по убийству адвоката российских ГРУшников Гробовского. Еще одно громкое дело. Граната возле Верховной Рады. Тогда погибли 4 нацгвардейца, десятки были ранены. Главный подозреваемый Игорь Гуменюк уже больше 8 месяцев под стражей. После трагедии много говорили о причастности к организации волнений у стен парламента конкретных политиков и конкретных политических сил. Но слова пока остаются словами. И еще одна ниша. Коррупция. К примеру, обвинение главы госфин инспекции Николая Гордиенко в адрес уже бывшего премьера. Якобы, возглавив коррупционные схемы Януковича Азарова, правительство Яценюка нанесло ущерб государству на сумму более 7 миллионов гривен. Да и в самой ГПУ не все благополучно. Все помнят дело бриллиантовых прокуроров и квартирную эпопею Виталия Касько. Вот такое вот наследство досталось новому генпрокурору Юрию Луценко. Сегодня его официально представили в должности Петра Порошенко, Владимир Гройсман и Андрей Порубий. Президент очертил круг задач нового генпрокурора. Это борьба с коррупцией внутри ведомства, реформирование прокуратур по всей стране и скорейшее завершение расследования трагедии на Киевском Майдане и в Одесском Доме профсоюзов. В свою очередь Юрий Луценко пообещал глубокую иллюстрацию внутри ГПУ по примеру МВД в бытность Луценко министром внутренних дел. Еще раз наголошую. Юрий Витальевич, запишите себе. Вы никому и ничем не обязаны. Ані президенту, если хочет кто-то это почути. Ані уряду. Ані парламенту. Ані любой политической силы. У вас полностью связаны руки. Працюйте по совесті. Працюйте по Конституции. Працюйте по закону. Я буду спиратиться на работе прокуратуры на тих, хто хочет служить закону. Бо справедливість, як ми щойно чули від президента України, з моєї точки зору складається з двох частин. Це функція покарання. І закон один для всіх. Рядовий працівник, який чесно і відено служить закону і країне, буде захищений повністю. Депутати же і сьогодні обсуждали вчерашні голосування по генпрокурору. А параллельно слушали отчёты міністрів, блокували трибуну і даже немного поработали кулаками. Все подробності у Ольги Рыцарь. В то время, поки Юрия Луценко представляли на новій должності, депутат обсуждали вчерашні голосування. Все произошло так быстро, що в родной фракції с ним даже не успели попрощаться. Ми спілкуємося, а зараз іде представлення, наскільки я розумію, що вже, може, закінчилося Юрия Луценко. Так що святкувань ніяких ще не було. Більші надежды на нового генпрокурора возлагають в Народному фронту. А не в полному составі. Часть фракції БПП і депутатських груп вчера голосували за назначення Юрия Луценко. Народний фронт не розуміла на те, що президент не відкладно повинен був внести кандидатуру генерального прокурора. І коли це відбувалося, всі кажуть, що це було зроблено дуже швидко. Погано, довго роблять погано, швидко роблять погано. Все було зроблено відповідно до чинного регламенту. Отложив все законопроекты в повістки дня, на потім депутати молниеносно внесли закон о генпрокуратуре. Тут же його проголосували в целом по сокращенной процедуре. В считанні часи документ пописали спікер і президент. Його напечатали в голосі України, кандидата утвердив профільний комітет і проголосував сесійний зал. І все це за один день. Такими законодательними темпами нардепи раніше похвастаться не могли. Все нарушення регламента, які були вчора, всі ці вот вещи, які були продемонстрированы в залі, це слідство того, що з самого початку парламент почав працювати руководством з якими-то політичними целесообразностями, якими-то інтересами, але не законодательством. Верховна Рада як інституція вчора програла, тому що були порушені регламенти як і комітетами, так і головою Верховної Ради. Внутрішні рішення фракції, що не можна переламувати закон під людину, яка б вона не була гарна. І тому я особисто витягнула просто карточку, я не змогла. Я і проти не можу проголосувати, і моральне право щодо політичної доцільності теж не змогла перейти. Місто Луценка в сесійному залі займёт Оксана Белозір, а в понедельник нардепи от БПП решат, хто буде новим главою фракції. Наприклад, заступники фракції, це є Ігор Гринів та Анатолій Матвіянко, люди, які мають величезний досвід. Уже сьогодні депутати не работали. В то время, поки радикалы блокували трибуну Верховної Ради, на вопросы нардепов отвечали міністры. Глава правительства успокаивала українців по поводу цен на газ. Нічого в рахунках для вас до сплати не зміниться, оскільки є ефективна система субсидій. Зараз ми дали по рукам абсолютно всім. Єдина ринкова ціна дасть можливість чесно компенсувати тим, в кого немає доходів, і всі по повній будуть сплачувати ті, хто має платити повну ціну. Сниження НДС на соціально значимі товари, відміна налога на пенсію і повищення соціальних стандартов. Оппозиційний блок настаиває, щоб їх закон по змінню бюджету був внесений в сесійний зал в ближайшую пленарну неделю. Документ уже утвердил профільний комітет. Законопроект по змінню бюджету предполагає перераспределення 94 млрд гривень на повищення соціальних стандартов і расходів на медицину, фінансування регіонів і на образування. Ми требуємо в цьому законопроекті, цим законопроектом, увеличення мінімальної пенсії до 1526 гривень і мінімальної зарплати до 148 гривень. Це треба зробити немедленно, а не в кінці років, як це запланировало правительство. Поки суть оппозиційних законопроектів з трибуни озвучивав Александр Вилкул, на нього набросились нардепи Владимир Поросюк і Юрий Тимошенко. Требували выступати на українському. Мені дуже не подобається, коли радикалі, попавші на радикальних настроях во власть, знаходящіся сьогодні в коаліцій, будуть мені запрещати щось робити. Демократія – це коли кожен розмовляє на тому язі, на який йому удобно. Вице-спікер депутатів успокоїть так і не змогла і закрила засідання досрочно. Ольга Рыцарь, Алла Матюшок, Геннадий Анікейнко, Василий Миновщиків, подробності, телеканал «Интер». Ну а пока нардепи заваривают кашу в парламенті, украінцам уже не так просто сварить карстрюлю борща, вернее дорого. По оценкам експертов, главное українське блюдо уже тянет на 88 гривень. Все из-за роста цен на мясо и свеклу подсчитали в консалтинговой компании, которая проводила исследования. Свинина, к примеру, с января по март прибавила в цене 3 гривні, свекла – почти полторы. Подорожали томатная паста, морковь и растительное масло, а вот картофель, лук, зелень и капуста немного подешевели. А вот рост тарифов вгоняет украинцев в долговую яму. Впервые в стране за коммунальные долги с аукциона продали квартиру. Какая сумма довела до такого решения суда и что ждет оставшихся без крыши над головой владельцев отобранного жилья? В проблеме разбиралась Инна Белецкая. Девятиэтажка в районе Луцкого жидо-вокзала, заколоченные фанерой окна. О том, что здесь кто-то живет, можно догадаться по развешанному на балконе белью. У входа списки должников. Больше всего долг у жильцов третьей квартиры. Звоним по домофону. Никто не отвечает. В квартире прописаны двое мать и сын. Долг за коммуналку около 40 тысяч гривен. Предприятия, которые не получили деньги за свои услуги, обратились в суд. И суд постановил, неплательщики обязаны рассчитаться. В исполнительной службе взялись описывать имущество. Но семья неблагополучная. Мать-пенсионерка, сын злоупотребляет спиртным. Единственное, что достойно внимания, квартира. Ее и выставили на аукцион. Квартиру продали за 463 тысячи гривен. Из этой суммы исполнители вышлют долги еще около 5 тысяч. Исполнительный сбор плюс расходы на оценку и канцелярию. Останется примерно 400 тысяч. Их отдадут должникам. Но вот жилья они уже лишились. Остаться без квартиры рискуют все, чей долг за коммуналку превышает 10 минимальных зарплат. Это 14 с половиной тысяч гривен. Державная выполняет, шукая майно боржника, вначале рухомое, нерухомое. И в случае его отсутствия, звертает стягнение на житло боржника. Только на Волыни люди задолжали коммунальным предприятиям около 20 миллионов гривен. Исполнители уверяют, продажа недвижимости с аукциона – крайняя мера. Есть и другие варианты. Волынинская область – это прикордонно. И как захват примусового характера, мы также возвращаемся к органам, к судам. Как нам стало известно, в Волынинской области к продаже готовят еще пять квартир. Аукцион открытый. Все, что забирают у должников, выставляют на сайте госпредприятия. Здесь недвижимость, машины, бытовая техника и даже одежда и канцелярия. Очевидно, с повышением коммунальных тарифов количество лотов и тех, кто не в состоянии платить, возрастет. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Луцк. Я напомню, рост коммунальных тарифов – это одно из требований Международного валютного фонда. И как рассказал в эфире американского телеканала СНН министр финансов Украины Александр Данилюк, фонд устраивает нынешние темпы реформ в Украине. По его словам, между сторонами нет разногласий, препятствующих выделению Киеву очередного транша фонда. Что касается темпа проведения реформ, тут разногласий нет. Был период политической нестабильности, из-за чего миссия не могла приехать и оценить наш прогресс. Сейчас, когда появилось новое правительство, это вопрос недель, чтобы прийти к согласию по меморандуму о продолжении сотрудничества. Украина получит миллиард долларов в рамках третьего транша кредитных гарантий. О подписании такого соглашения по телефону договорились Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден. Он также поприветствовал назначение нового генпрокурора и подтвердил готовность штатов оказывать поддержку Украине. Обсудили ситуацию на Донбассе. С Байденом также пообщался по телефону и премьер Владимир Гройсман. Глава правительства принял приглашение американского вице-президента. И в июне он посетит США с официальным визитом. Тему тарифов и сотрудничества с Международным валютным фондом поднимут сегодня гости ток-шоу «Черное зеркало», которое, напомню, начнется сразу после подробностей. Поэтому не пропустите. В Совете Европы возмущены обнародованием персональных данных журналистов на сайте «Миротворец». Генсек Турбион Иглан сегодня направил президенту Украины письмо, в котором призвал провести расследование по факту утечки информации и гарантировать военкорам безопасность. Жесткая реакция генсека Европы только одна в череде подобных заявлений журналистов, еврочиновников, общественных организаций, правозащитников. И сегодня скандальный ресурс объявил о своем закрытии. При этом сотрудники сайта намерены заархивировать списки корреспондентов и выложить их в открытый доступ. Куратор издания, советник главы МВД, нардеп Анатолий Антон Герасченко по-прежнему в Фейсбуке объяснил, что такой шаг «Миротворца» он считает травлей, организованной рядом СМИ. Зона АТО. Четыре часа этой ночи боевики вели огонь по позициям наших десантников в Авдеевской промзоне. Выпустили более десятка мин запрещенного калибра. Как наши бойцы держали оборону, расскажет Ирина Баглай. Праздничное перемирие закончилось. Как только подъезжаем к Авдеевской промзоне, становится ясно, договоренности боевики сорвали. Под пулями до позиций можно проехать только на максимальной скорости. И то, что огонь будет нарастать, понятно по свежим воронкам от 120-мм мин. Вчера было четко слышно выход 120-х минометов. Если начали работать минометы, значит, скорее всего, это перемирие, которое было, уже закончилось. Командир с позывным «Первый» на передовой промзону уже второй месяц. Задача его подразделения – фиксировать, откуда стреляют боевики. Этой ночью, говорит Били, из-за поста ГАИ на Исиноватской развязке, в нескольких километрах от промзоны. Определить выходы снарядов десантники могут только на слух, поэтому противник прибегает к хитрости. АГСы прикрывают выходы минометов. То есть ты слышишь выход АГСа, получается, и где-то под шум работает миномет. Прилетают АГСы, и вместе с ними еще прилетают мины. Ты не можешь понять, откуда работал миномет. А вот в открытую атаку наемники идти не рискуют. На крайних позициях по ту сторону едва выдерживают неделю такого напряжения. Этой ночью обстрел длился почти 4 часа. Днем возобновился. То, о чем так долго и много говорили в Варшаве, Вашингтоне и Москве, свершилось. В маленьком польском городске Редзикова начали строительство американской базы системы противоракетной обороны. Что это значит для самой Польши и как это может повлиять на Украину, все подробности расскажут наши корреспонденты. Соглашение о размещении в Польше базы ПРО заключили еще в августе 2008-го. Основой комплекса станет мощный радар и ракеты-перехватчики, способные уничтожать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия. Обслуживать их будет около 200 военных и гражданских специалистов. Подобный комплекс уже построен в Румынии. Румыны прикрывают южную часть Европы, поляки будут защищать северную. Несмотря на то, что расположенные здесь ракеты можно использовать исключительно с оборонительной целью, Москву присутствие американцев очень раздражает. Об этом свидетельствует рост напряженности в регионе и постоянные провокации над Балтийским морем. Москва является великолепным игроком, когда речь идет об использовании риторики и дипломатии. Чаще всего это угрозы, которые не всегда имеют продолжение на практике, но реакция последует. Польша все активнее занимается укреплением своей обороноспособности. Достаточно вспомнить о программе увеличения численности и модернизации вооружения польской армии. А также о том, что летом именно в Польше состоятся масштабные учения «Анаконда-16» с участием военных более чем из 20 стран НАТО, а также саммит Североатлантического союза. Войска НАТО и США будут в Польше, будут на восточном фланге НАТО в измерении боевом, как силы, которые будут находиться здесь надолго. Важнейшим фактором, повлиявшим на уступчивость союзников Польши по НАТО и их достаточно быстрые решения, эксперты считают войну на востоке Украины. Официальная Варшава, правда, настойчиво употребляет другой термин – конфликт. И поляки, похоже, считают, что дипломатических усилий может оказаться мало. Страны НАТО должны быть готовы к коллективной обороне, потому что такова цель союза. Страны НАТО должны демонстрировать свое присутствие в регионах, где эта коллективная оборона может потребоваться. К участию в саммите НАТО в Варшаве приглашена и Украина. И хотя полноценное членство в Североатлантическом Союзе для Киева все еще очень далекая перспектива, предложение о предоставлении статуса ассоциированного партнера НАТО вполне реально. А это может означать усиление взаимодействия и оказание существенной помощи, которой так долго добивалась Украина. Специально для подробностей Александр Мельничук из Варшавы, Польша. С перестрелки и взрывов начался сегодняшний день в одном из спальных микрорайонов столицы. Кто устроил разборки на автостоянке? Все подробности на месте событий узнавала Татьяна Овинникова. Утро. Спальный район столицы. Автостоянка. И около 40 человек в балаклавах, бронежилетах и без опознавательных знаков врываются на территорию. Бегут к помещению охраны, выбивают дверь. Силой вытаскивают охранников, начинают их избивать и стрелять. Жители домов напротив снимали происходящее. Дальше больше прогремели взрывы и в итоге серьезно пострадало четверо. Их отвезли в больницу и прооперировали. Активисты рассказывают, приехали 8 машин полиции, бойцы спецподразделений и даже лично начальник патрульной полиции Киева Юрий Зазуля. В райотдел отвезли всех. И нападавших, и охранников стоянки. Молодой парень, который босиком, который избитый, был в наручниках. Которого вели, полиция вела под руки. Я подошли к полиции, мы говорим, скажите, на каком основании вы его задерживаете? Подбежало еще 4 человека, и того парня, который попытался узнать, что произошло, они его просто начали тупо заламывать. И тоже пытались посадить автомобиль. Я спросил, скажите, вы кто? Представьтесь, пожалуйста. На что мне человек показал удостоверение, что это, оказывается, был сам непосредственно Зазуля. В полиции говорят, конфликт возник между старым и новым владельцем автостоянки. Активисты уверены, это рейдерский захват. Рассказывают, территория, на которой находится парковка, в аренде у предприятия до 22-го года. Но все имущество принадлежит другим владельцам. И они не могут поделить бизнес. А вот жители соседних домов рассказывают, бои за эту автостоянку идут уже не один год. Людей пугают, что вместо нее может появиться очередная многоэтажка. Криминалисты собирали улики полдня. Возможно, обломки взрывчатки, оружие. За попередними висновками экспертов, застосовывалися светло-шумовые гранаты, которые причинили телесные ушкоджения нашим потерпелим. Кроме того, с места подъя вылечили два карабины. Полиция начала криминальное проведение. Это хулиганство. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит оружие, кто были эти люди в черном и кто их нанял. Татьяна Овинникова, Ольга Теребинская и Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. В Тернополе задержали троих прокуроров. 300 тысяч гривен они требовали у жительницы города, а взамен обещали закрыть начатое против нее уголовное производство. Спецоперация НАБУ и служба безопасности началась еще в феврале. Тогда было проведено около 40 обысков в кабинетах сотрудников нацполиции и прокуратуры. Помимо прокуроров в коррупционной схеме были задействованы полицейские и адвокат. Все они задержаны. Британские лорды обвиняют Евросоюз в неспособности решить миграции. Британский кризис, в частности провальный, называют борьбу с контрабандистами, которые перевозят нелегалов. Чем еще недовольны перы, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Британские лорды подвергли разгромной критике миссию Евросоюза под названием «София». Это морская операция в Средиземном море по борьбе с контрабандистами, доставляющими беженцев из Ливии в Италию. Ее задача уничтожение судов, а также передача полиции горе-контрабандистов. В операции задействованы боевые корабли из Великобритании, Германии, Испании, Бельгии и Франции во главе с итальянским флагманом. Патрульные лодки из Португалии и Словении, а также вертолеты и самолеты. Миссию назвали «София» в честь девочки, родившейся на одном из европейских кораблей после спасения беременной женщины в море. Комитет Верхней Палаты Британского парламента проанализировал первый год работы миссии. И его вывод – это провал. Контрабандные схемы разрушить не удалось. Операция «Искарательный» превратилась в спасательную. Конечно, спасено много жизней, и это очень важно. Но что не сделано, так это не остановлен поток мигрантов и не нарушена бизнес-модель контрабандистов. Преступники продолжают перевозить нелегальных мигрантов, их не пугают аресты и тем более изъятие кораблей. Наоборот, с началом европейской операции ситуация стала еще более устрашающей. Из-за охоты на них контрабандисты стали пользоваться не деревянными, а дешевыми резиновыми лодками. В результате возрастает риск во время перевозки людей. То есть возложенные на миссию ожидания София не оправдывает. Впрочем, это не значит, что она совершенно безрезультатна. С июня прошлого года европейские корабли изъяли 114 судов и арестовали 69 лиц, подозреваемых в контрабанде. Вот только по данным палаты лорда, все они простые исполнители, а не организаторы. Их легко заменяют другими, и нелегальный канал поставки людей продолжает действовать. За год работы миссии количество новоприбывших беженцев из Ливии в Италию возросло втрое. Так что лорды предлагают Европе изменить подход к операции. И задействовать правоохранительные силы непосредственно в Ливии, чтобы вычислить главных контрабандистов. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Очередной скандал на Одесском НПЗ. Кто и почему протестует под стенами этого предприятия? Дружба дороже. Какое наказание светит немецкому комику, посудившему над президентом Турции? Сочи на препаратах. Кто обвиняет российских олимпийцев в нечестной победе? Правительство рассчитывает на треть увеличить объемы добычи газа в Украине. Об этом сегодня заявил премьер во время рабочей поездки в Харьковскую область. По словам Владимира Гройсмана, рыночная цена на газ позволит развиваться газодобывающим предприятиям и к 2020 году повысить добычу на 8 миллиардов кубометров. Продавая топливо по рыночной цене, газодобытчики надеются модернизировать оборудование и увеличить добычу с 12 до 20 миллиардов кубов в год. Однако населению на уменьшение тарифов рассчитывать не приходится. Премьер советует всем, кто не в силах платить полную цену за газ, оформлять субсидии. И снова скандал на Одесском НПЗ. Кому не дают покоя арестованные архивы младой олигархой Кармана Януковича Сергея Курченко и почему возле предприятия митингуют рабочие. Все подробности знает Андрей Анастасов. Свою работу одесский нефтеперерабатывающий остановил два года назад, как только были арестованы активы подозреваемого в контрабанде Сергея Курченко. В первую очередь это огромные запасы топлива. Чуть позже и топливо, и имущество НПЗ решением суда было передано на ответственное хранение госпредприятию Укртранснефтепродукт. Вот как это происходило. Ответственное хранение на деле выглядело так. Под присмотром вооруженных людей арестованные нефтепродукты вывозились бензовозами в неизвестном направлении. Прокуратура открыла несколько уголовных производств. СБУ даже задерживала машины, но попытки вывести топливо продолжались. СМИ сообщали, что организовали эту схему Укртранснефтепродукт и фирмы, связанные с народным депутатом Сергеем Пашинским. По моей располагающей информации, компания Укртранснефтепродукт, прикрываясь интересами государства, вывезла с Одесского НПЗ нефтепродуктов на сумму около 50 миллионов долларов. И вот новый скандал. Сегодня под НПЗ митингует коллектив частного предприятия «Энергия и газ Украина». Энергоустановка вырабатывает для одесситов электричество и тепло. И так уж получилось, располагается на территории нефтеперерабатывающего завода. Этот факт, говорят митингующие, стал поводом для все того же Укртранснефтепродукта через суд забрать оборудование себе. Они в своем обосновании написали, что наше предприятие, якобы по их мнению, является целостным комплексом Одесского нефтеперерабатывающего завода, что не соответствует действительности вообще. От двух таких атак, говорят энергетики, ему удалось отбиться. Но на днях люди из Укртранснефтепродукта просто физически заблокировали ремонтные работы на энергоблоке. Из-за этого сегодня уже пришлось остановить один из дизель-генераторов. Сотрудники, около ста человек, боятся остаться без работы. Поэтому и вышли с протестом. У нас складывается одно. Это банкротство и вывоз всего оборудования на металлолом. Надеемся, что наконец-то вмешается хоть кто-то в эту ситуацию. Зачем Укртранснефтепродукту понадобилось частное предприятие, рабочие теряются в догадках. В свою очередь мы обратились к руководству госпредприятия с просьбой разъяснить ситуацию. Там ответили, наш запрос находится на рассмотрении. И когда будет ответ, неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. 18 миллиардов гривен искусственно вывели из компании Укрнафтов в прошлом году. Об этом заявила нардеп Виктория Войцыцкая. Она даже подсчитала, что этих денег хватило бы на выплату каждому украинскому пенсионеру по полторы тысячи гривен. По данным Войцыцкой, средства исчезали уже после того, как Верховная Рада поддержала закон, позволивший Нафтогазу вернуть контроль над госкомпанией. Я напомню, ранее нардеп заявляла, что из-за бездеятельности главы наблюдательного совета Укрнафта Андрея Коболева налоговый долг этого предприятия вырос почти вдвое и превысил 10 миллиардов гривен. Войцыцкая передала в ГПУ заявление о неисполнении Коболевым служебных обязанностей. Я напомню, что Укрнафта – это крупнейшая украинская нефтедобывающая компания, 42% акций которой принадлежат группе «Приват». Сокращение излишних министерств и госмонополии – это один из способов найти средства для поддержки бойцов АТО и их семей. Уже разработана специальная программа, она называется «Армия достоинства». Проект представили сегодня в Днепропетровске, а о сути рассказал Валентин Наливайченко. Один из главных пунктов проекта – это создание условий на передовой. Вот такие санитарные модули, где военные могут приготовить себе еду, принять душ, передали бойцам сегодня в Песках. Мы действительно считаем, что за счет скорочения никому не нужных министерств и олигархичных государственных монополий, включно, до речи, с нафтогазом, эти деньги должна государство и бюджет вытратить на то, чтобы поставить единый орган, урядовый и людский. И этот орган должна быть сложиться с тех, кто и воював. Политическая треба у влады не шесть вецепремьеров, а один из ветеранов и воевоков АТО. И снова о зоне АТО. В Широкине украинские военные нашли оружие, которое боевики оставили на своих позициях при отступлении. Все подробности расскажет наш военный корреспондент Вениамин Трубачев. Это ручной гранатомет, уже отстрелянный. Военные его обнаружили на огневой позиции боевиков. По маркировке определили оружие неукраинского производства. Само с такого оружия проводили стрельбу по наших фисковослужбовцам. Можно значить твердо, что на оружии в украинской армии такие выработки не находятся. Кроме гранатометов в Широкине по-прежнему много невзорвавшихся мин и установленных боевиками растяжек. Саперы проверили только часть поселка и ходить можно лишь по асфальтированной дороге. В основном боевики стреляют ночью, атакуют украинские оппозиции с пулеметов. А к утру все утихает. Военные даже огонь в ответ сейчас не открывают. Днем в Широкине спокойно, но такая тишина обманчива. Фактически это линия фронта. С одной стороны позиции украинской армии, с другой стороны находится укрепление боевиков. И в любой момент здесь может начаться стрельба. До позиции боевиков несколько сотен метров. Окраины уже простреливаются, поэтому в целях безопасности местных жителей пока в поселок не пускают. Широкина есть территория, которая подлежит обстрелам. День через день могут начаться обстрелы. Пока активных боевых действий нет, больше всего тревожат снайперы противника. Поэтому военные стараются на открытой местности долго не находиться. А с наступлением темноты работают диверсанты боевиков. Пытаются там диверсионные группы пройти, но мы там спасибо волонтерам помогли, там тепловизоры, ночники там подкинули. То есть как бы мы уже с глазами более-менее увидим, то есть не даем им ни единого шанса сюда проникнуть. Но противник продолжает проводить воздушную разведку. Военные говорят, днем и ночью появляются вражеские беспилотники. Фальшивые истории и фальшивые жизни. Все чаще французские правоохранители сталкиваются с тем, что мигранты пытаются выдать себя за сирийцев, покупая новую биографию. Как это происходит, расскажет София Гордиенко. Во Франции все желающие получить убежище должны предстать перед специальным судьей, который выслушает историю жизни и решит, а есть ли повод для получения статуса. Журналистам французского издания Слайд удалось пообщаться с эритрейцами, которые свои истории купили. Стоит новая биография 40-50 евро. Писатели-суданцы из Парижа официально помогают заполнить документы. На деле сочиняют новеллы в стиле Диккенса. Пожалостливее и пострашнее сирийским прошлым. Чаще всего к эпистолярным услугам прибегают бенгальцы и эритрейцы. Большинство таких прошений французские судьи отклоняют, но и здесь у мигрантов есть выход. Приходят на выручку коррумпированные врачи. Одного такого недавно задержали. Он продавал беженцам медицинские справки о плохом здоровье. Мол, их сейчас высылать из страны никак нельзя. Тем временем Бельгия уже в июле собирается нанести удары с воздуха по исламскому государству. В Минобороны страны объявили 6 истребителей F-16 отправиться на базу союзных войск антиигиловской коалиции в Ярдании, чтобы атаковать позиции террористов. Министры никогда не скрывали, что они не против такой идеи. А вот оппозиция возмущена отсутствием четкого мандата ООН на такую интервенцию и разрешение парламента. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Российские спецслужбы причастны к ряду кибератак в Германии. Сведения об этом получила Федеральная служба защиты Конституции этой страны. По данным ведомства, в прошлом году атаку на немецкий парламент совершила хакерская группа, действиями которых руководили россияне. Этим же хакерам приписывают взлом компьютерной сети штаб-квартиры Христианского демократического союза партии Ангела Меркель 12 мая. Но тем временем немецкие депутаты сегодня отказались упразднять уголовную статью, которая предусматривает наказание за оскорбление иностранных чиновников. Почему этот вопрос вообще рассматривали и почему проголосовали против, знает Татьяна Лагунова. 30 голосов за и статья 103 остается в силе. Депутаты немецкого бундесрата не разрешили гражданам Германии безнаказанно оскорблять лидеров других государств. Для того, чтобы направить ходатайство об отмене этой статьи на рассмотрение Бундестага, не хватило всего пяти голосов. Вопрос об отмене статьи за оскорбление на голосование бундесрата вынесли представители нескольких федеральных земель, чтобы спасти от уголовного преследования известного немецкого сатирика Яна Бемермана. Того самого, который спровоцировал громкий дипломатический скандал между Германией и Турцией. В конце марта комик зачитал в эфире крупнейшего немецкого телеканала CDF оскорбительный стих о турецком президенте Раджепи Таипе Эрдогане. Шутки были ниже пояса, но Бемерман пояснил. Он сделал это специально, чтобы показать разницу между критикой, которую Эрдоган не приемлет, и оскорблениями. Анкара замысла не оценила. В МИД вызвали немецкого посла, а президент Турции попросил власти Германии начать уголовное расследование против комика. Ангела Меркель думала неделю и в итоге дала добро, чтобы не портить отношения с Турцией. Этот вопрос рассматривали МИД, Минюст и канцлерамт. В результате федеральное правительство дало свое разрешение. Расследование против Бемермана уже началось, если его признают виновным. Сатирику грозит до трех лет тюрьмы. Впрочем, шансы уйти от наказания у Бемермана еще есть. Бундесрат отправил ходатайство об отмене 103 статьи на доработку. И позже еще раз рассмотрит этот вопрос. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Гурила Шина Палала. Почему в Мадриде пылают 5 миллионов покрышек? Об этом и не только в нашем обзоре. Машинист поезда в Польше спас пассажиров от серьезных травм. За несколько секунд до столкновения с грузовиком, который застрял на перекрестке, Матый Шиманский забежал в вагон, предупредил об опасности и приказал лечь на пол. Потом тоже передал по внутренней связи пассажирам остальных вагонов. В итоге никто не пострадал. Поезд на скорости 110 км в час, идущий в Познань, разнес в щепки кузов машины. Мадрид окутал черный токсичный дым. Огромная туча образовалась из-за пожара на свалке шин в пригороде столицы Испании. Здесь хранят 100 тысяч покрышек. Это 5 миллионов штук. Пожарный департамент Мадрида сообщил, огонь охватил пятую часть территории гигантской свалки. До ближайших жилых домов всего 400 метров. Власти попросили жителей не открывать окна. Ядовитый дым опасен. Причины возгорания пока неизвестны. Прокатиться на самой высокой горке в мире, не отходя от компьютера, предложило руководство парка развлечений в штате Огайо. Опубликовали видео спуска с горки Валварн. Ее высота 70 метров. Вагончик с посетителями может разгоняться до 120 километров в час. Горка специально построена под углом 90 градусов, так что в отдельных секторах человек чувствует свободное падение. Даже после увиденного дух захватывает. Картина легендарной Фриды Кало ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за рекордные для работ художницы 8 миллионов долларов. Коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, приобрел полотно «Две обнаженные в лесу». Мексиканка написала эту картину в 1939-м. Критики до сих пор не могут определить стиль, в котором творила Фрида. Ее работа относится либо к наивному искусству, либо к сюрреализму. Британец Джон Платт выиграл суд у школы, в которой учится его дочь. Руководство учебного заведения штрафовало родителя на 60 фунтов за то, что тот устроил для своего чада каникулы в разгар учебного года. Повез девочку в Диснейленд во Флориде. Из-за этого она пропустила неделю занятий. Когда британец не заплатил штраф, сумму удвоили. Тогда папаша обратился в суд и почти через год выиграл дело. Операцию по спасению кота провели в Алжире. Первая попытка снять животное с электроопоры оказалась неудачной. Усатый сбежал от пожарных по проводу, как канатоходец. Тогда четырехлапого эквилибриста пришлось снимать с высоты багром. В итоге животное свалилось на покрывало и убежало. На электроопоре кот просидел три дня. Российские спортсмены на Сочинской Олимпиаде получили первые места благодаря допингу. Таким заявлением выступил один из бывших спортивных чиновников Российской Федерации. О чем он рассказал и как реагирует в Москве? Данил Русаков подробнее. На Олимпиаде 2014 организованный в Сочи российские спортсмены побеждали благодаря допингу. Об этом американскому изданию New York Times рассказал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Рыченков. Прямым текстом бывший спортивный чиновник называет фамилии тех, кто, по его мнению, получили первые места благодаря препаратам. Это Александр Третьяков, Александр Легков и Александр Зубков. Огромная заслуга антидопинговых лабораторий и всемирного антидопингового агентства это то, что мы имеем стандарты этих препаратов уже сейчас. Это интервью Рыченков дал российским журналистам более пяти лет назад. А вот то, что рассказал американской прессе уже в 2016-м и впрямь оказалось чем-то из-за разряда сенсации. По утверждениям бывшего спортивного чиновника запрещенные вещества участникам мероприятия в Сочи он выдавал лично. New York Times, ссылаясь на слова Рыченкова, сообщила, специально к играм была разработана целая смесь анаболических стероидов. Их употребляли вместе с алкоголем. Мужчинам дозы смешивали с виски, женщинам готовили мартини. К слову, спортсмены Федерации в общем медальном зачете заняли первое место. 13 золотых и 11 серебряных наград. О самом авторе сенсационного интервью известно. В конце 2015-го он покинул Россию, лишился своей должности, перевез семью в США. Пресс-секретарь Песков на публикацию тоже отреагировал. В Москве слова Рыченкова назвали, цитирую, клеветой перебежчика. Здесь, согласно с оценкой заявления Рыченкова, которую дал министр спорта России, Виталий Мутко назвал интервью абсурдом. Ему кажется, что это часть информационной войны против российских спортсменов. Данила Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Джамала прошла в финал Евровидения. Завтра на самом главном песенном конкурсе Европы украинка выступит под номером, довольно счастливым номером 21. Накануне в Стокгольме завершился второй полуфинал. Проникновенная песня и мощный вокал не оставили публику равнодушной. Зал взорвался аплодисментами. В финале всего выступят 26 конкурсантов. По прогнозам букмекеров, у Джамалы есть шанс попасть как минимум в пятерку финалистов. Наш выпуск практически завершен. И это значит, что через несколько минут в эфир выйдет «Черное зеркало». Его ведущий Алексей Лихман с нами на прямой связи. Леша, добрый вечер. Скажи, исходя из тем, которые ты на сегодня запланировал, и из гостей, которых пригласил, какие вопросы удастся обсудить мирно, а какие вызовут более яркие столкновения? Ну, Наташа, здравствуй. Здравствуйте, зрители. Надеюсь, что несмотря на то, что сегодня пятница 13-й, у нас обойдется хотя бы без рукоприкладства. Но, как всегда, уверен, в этой студии будет очень жарко. Тем у нас сегодня много. Остановлюсь только на некоторых из них. Ну, во-первых, Луценко, новый генеральный прокурор. Главная тема недели. Что он сделает с генеральной прокуратурой? Реформирует ее или законсервирует? Главные коррупционеры страны потеряют руки или, наоборот, дрожат от страха? Вторая главная тема у нас сегодня. То, что волнует, безусловно, каждого из наших телезрителей. Тарифы и все то, что вслед за ними подорожает. Как долго мы еще наперед будем платить за кредит МВФ, который, кстати, получим или нет, тоже тот еще вопрос. Таких тем у нас сегодня очень много. Не пропустите. Уже через несколько минут начинаем «Черная зерка». Лисе Лихман о том, что в черном зеркале сегодня будет жарко, но до кулаков не дойдет. Наш сайт подробностей.ua и информация о том обновляется постоянно. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова